Интер-игры представляют товарища атомного в игре, созданной плоским котом In a game created by Flatcat and hated by the many fans И ненавидит презираемый многими фанатами Париж Которая сделала шаг из пошаговой тактики в стратегию реального времени Which steps from turn-based tactics to real-time strategy And from Hardcore to Simplification И из жесткой тактики в значительное упрощение MEX 2 Mechanized Assault and Exploration Механизированная атака и исследование 2 Не строй дальше, уничтожим эту ерунду By the way, live long and prosper Кстати, живем и процветаем Let's start a new game, начнем новую игру And let's go to these missions Перейдем в миссии I will explain why the people hate that But that's not really that deserved Знаете, я объясню, конечно, почему эту игру ненавидят Но все-таки не так все плохо Ну, скажем так, плохо, но фанаты многое упускают Я думаю, что это не так хорошо Но это действительно не так хорошо И вот, вы знаете, многие считают, что это стратегия, ну вот, реального времени, да, но на самом деле здесь можно Выбирать режим, то есть пошаговый или реального времени Пойдем в реальное времени сейчас Ну, по факту, это у нас получается совмещение реального времени и пошагового режима So, there's mix of real-time And turn-based Okay, let's go here, двигаемся сюда I want to build this water platform Вот эту водную platformу хочу построить So, build few Несколько поставим And he will produce another shipyard Еще одну дверь Развернем And, 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 and what here? И что здесь? Okay, we have heavy factory У нас есть тяжелый завод Okay, let's just move there Тогда просто двигаемся вниз Building, строительство Okay, let's build This one, this one, and this one Ну вот так вот Начнем производство And here, as this We can build only a constructor Только строитель можем произвести Now that's explanation So, one thing that is good in the Max 2 Is actually the pictures And all the units, all the buildings Received that nice Like art stylized graphics for the units That's amazing И первое, что я хочу сказать Ну, то есть, что хорошее в Max 2 Во-втором, это вот эта графика Единиц боевых, да, то есть Как она сделана Многие фанаты просто Вычеркивают из-за недостатков Max 2, как будто его не существовало И не перебирают на самом деле Те хорошие вещи, которые Появились в Max 2 А вот эти рисунки Боевых единиц техники Которые мы можем производить, да Ведь они потрясающе сделаны Они гораздо лучше, чем в первом Max, да И вот это выбрасывается На самом деле Первое, что для техники Фанаты А вот так Ну, это не было Но это артистайл Здесь На самом деле Это еще Очень красиво Чтобы посмотреть На veхочах Презент comic Да Да Мы можем строить Настан Oliver К neat С тэти games that would actually benefit the new max version like max 3 or any continuation based on fans ну поймаете вот смотрите здесь есть продолжение истории здесь есть инопланетяне здесь есть много классных вещей которые фанаты просто вычеркивают потому что им не понравилась вот сама эта игра ну здесь есть инопланетяне можно за них поиграть и в будущем я вам покажу so in future i will show you how to play for the aliens and ok this is constructing так у нас строится i've seen that we can place there something я увидел что мы можем что-то там разместить that's the production это у нас производство and you know i know another game that is pretty good both in real time and return base знаете я вспомню есть еще одна тактика ok that's monster это у нас monster so there is a period and neutral creatures with which we need to fight появились и нейтральные существа с которыми нужно сражаться that was not in the max one and in any fan like continuation that we have like 46 different max continue continuation version и помните successors помните у нас есть 5-6 игр от фанатов которые как бы намереваются продолжать макс но ни одна из них макс таки не продолжает а потому что ну историю выбросили интересные игровые концепции выбросили вот эти например нейтральные существа с которыми сражаться их выбросили то есть на самом деле фанаты макс делают игру который не имеет компании такой как в оригинальном макс и собственно только сконцентрирована на сетевой и это нравится буквально десятью человеком в мире и все но и все проблемы из а фонда от five versions овдимах макс а гем и а не и не а не и не стоим степень backward because the original max had interesting campaign and plot и здесь же вверху с вориванно-моро а у нас и не велико-пределые фанаты и не существу макс Так что это проблема, я думаю. И в Max 2, вы видите, мы можем построить алиэнс в первую часть игры, мы не могли. Мы можем бороться с алиэнсами, и есть новые машины, новые натуральные creatures. Так что, в самом деле, есть много интересных вещей, которые падают, потому что люди просто сказали, что я ненавижу в Max 2, что это в реальном времени, и это очень простой. Понимаете, многие... Вот так вот и относятся, что, типа, все упрощено, и, типа, зачем нам упрощенный Max? Кто-то у нас сражается, двигаемся вперед. Еще одна субмарина. Готово. И вы знаете, есть еще... Окей, надо монстры, еще монстры пришли. Fire, уничтожаем его. Окей, moving here, I will put the radar. Радар поставлю. И вот по Laute Tactics, например, что пошаговый режим, что реальное времени, а там можно переключаться между этими двумя режимами, они сделаны обалденно, то есть никаких проблем нет. Проблемов и упрощений, и реализации. Я могу вам назвать еще одну серию, в которой переход от пошаговой стратегии в реальное время пошел только на пользу, и игры стали лучше. Это серия Avonpost, Outpost по-английски. Первая Avonpost, Outpost 1, это была чисто пошаговая тактика про колонизацию других планет. Вторая, это уже стратегия реального времени. И, кстати, самое интересное, что она по духу гораздо ближе, она в реальном времени, но она гораздо ближе к Максу Первому, чем Макс Второй. Поэтому, если вам нравится Макс Первый, вы хотели бы увидеть, как должна выглядеть Макс Второй в реальном времени. То есть там трубы прокладываешь, там более сложная экономика сделана. Очень советую посмотреть Avonpost 2. Ссылочка будет в конце видео. So, I can name another series that game from turn-based to real-time, and was actually amazing. And it called the Outpost. The Outpost game is really great. And so the first one is about, you know, colony building with real NASA experts in turn-based. And the second part is a more real-time kind of strategy. Oh, I lost my engineer. Ingeniera потерял. I need to re-calish that. Это нужно восстановить. Okay. Build here. Производим. Okay. So it would be constructed. Скоро будет произведен. And it is good. And you know, though the Outpost 2, in Outpost 2 you really build the tube, you connect the different branches of base, you need to develop your population, and there is hardcore management. So definitely Outpost 2 feels like continuation of Max 1. And if you are in favor of Max 1, you would enjoy Max 2. So check it out and you will be pleased. Поэтому, вот действительно рекомендую вам попробовать именно Max, Outpost 2. And by the way, there is video of Max 2 on my channel. You can check that out. Да, и видео на моем канале можете посмотреть по Max 2. So the problem is with the simplification of this game. The main issue why this game is not that interesting, because it is too simplified compared to Max 1. Проблема, почему не нравится эта стратегия именно фанатам первого Max, потому что она очень упрощена. Okay, destroy this beast. Уничтожили это существо. Let's go to another mission. Перейдем в другую миссию. So let's go to campaign. Перейдем в кампанию. And the pain. Растущая боль у нас задача. So we have tanks. The other thing is cool, like this perspective. I do not think this is the best perspective, but still that's quite fun to see that perspective. Знаете, не самая лучшая конечно перспектива, но тем не менее она мне нравится, и мы можем вот посмотреть на Max 1 в другом ракурсе. Это тоже хорошо. So that's good that in different angles we can check how the Max units look like. And that's, you know, from the perspective of how this strategy is interesting, I can say that this is a mediocre strategy. And here I will tell you, you know, from the perspective of its value as a strategy, then of course, she is quite straight, right? Well, from a cool, step-by-step, unique tactics, they made a straight strategy. Такое бывает. Такое бывает. So it can be that, like that was amazing, unique tactics and became an ordinary casual RTS, with its unique universe. But the new versions of the game can take those aliens, those, you know, art style, the plot that continues here, and actually the ability to have burst both real-time and turn-based modes and implement real-time mode and building like in Outpost 2. И понимаете, последователи, если хотят развивать игру, да, то нужно брать не просто сетевую бою с первой части, а взять сюжет, взять художественный стиль из Макса 2, да, взять инопланетную технику, которая тут появилась, и таким образом продвигать игру дальше, развивать ее. Можно же еще добавить эти самые, как его, переходы из пошагового режима в реальное время, да, и вот эти идеи, которые есть в аванпосте втором, то есть вот Макс 2, он должен больше строительства базы выглядеть как аванпост 2, вот, а бои, ну, пускай реального времени, да, ну, то есть вот такая штука сделать, да. Например, перейти от квадратов к ексам, да, это тоже было бы хорошо, так же, да, трансферинг от квадратов к ексам, это тоже, как бы, как бы, это, да, мы продолжаем. А, по-моему, мы можем продолжать зомить и зомить. Мы можем настроить разные углы, то есть, смотрите, здесь можно разный угол выставлять, и мы можем зомить, можно даже отдаляться. так, так, окей, enemy detected, враг обнаружен, let's move here, двигаемся сюда, вверх. So, this simplification, when you don't need to manage the tubes, when you do not need to perform many actions, this was, what actually made a lot of hate to the fans of Max 1. И, понимаете, я понял, почему фанаты Макса 1 ненавидят эту игру, а потому что здесь упрощение произошло, то есть, здесь не надо строить трубы, их теперь нельзя перебивать, многое техника и боевые действия упрощены, и это, конечно же, вызывает недовольство. У фанатов нету распределения такого ресурса. So, there is no that, you know, resource distribution. Where is actually the enemy? А где враг? А? Okay, so, enemies, okay, enemies at the front, враги впереди. Soldiers, attack, солдаты вперед в атаку. Конкордон вперед, ну, союз вперед. Okay, those, ready to be destroyed, а передар сначала будет, будет уничтожен, а потом будет. Tank forward, tank вперед. Okay, kill kill enemy, убиваем врагов. That's what you want! Where is my, uh, enemy, разведчики? Okay, back, назад. Tanks attack, can't get a good? Now, ah, let's go from the, ah, still, зайдем, значит. Attack, 2 атаку. Yeah, we will destroy that. We will try to destroy it. Next enemy, следующий враг. Destroy the firepower, we will destroy it. So, from the perspective of how good this is DS, this is pretty mediocre. Well, from the perspective of how good this is DS, Well, from the perspective of how good this is DS, this is pretty mediocre. in the other games. Ну, тут достаточно интересные концепции, которые, ну, стоит продолжать в других играх. Now, I will show you the gameplay as the Alliance in the turn-based. Ну, а сейчас, наверное, надо показать вам, эм, игровой процесс за пришельцев в пошаговом режиме. So, now we will play as Shivat. Теперь мы сыграем как Shivat, and, yeah, a turn-based, и в пошаговом режиме. So, that's the Alliance. Вот у нас пришельцы. It's a totally new faction. Абсолютно новая фракция. You see those neutral creatures. Видите? No, 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 no. Check it out. Смотрим. So, that's description of those, you know, neutral creatures. Some aggressive, some are not. У нас есть нейтральные существа, которые какие-то агрессивные, какие-то нет. And, there's my soldiers. Это мои солдаты. That's incubator. Это инкубатор. Абсолютно. You need the tanks. And, actually, it's transformed into some units. Он в какие-то войска превращается. So, the aliens have totally different units, and some of those units has very unique gameplay mechanics. И, у пришельцев есть войска, которых очень уникальные игровые механики. That's the constructor, the commander. The commander increases power of all nearby units. Ну, вот, например, командир, он усиливает мощность войск, которые находятся рядом. Incubator can breed additional units. units. Incubator может дополнительные войска. Ну, как бы из него вырастают. То есть, он помирает, а из него несколько пехотинцев вырастают. Такие интересные концепты. So, the concepts are really interesting here. And, yeah, we can speed up. our production is minus one. Вот сейчас наше производство стоит на минус одном. There is energy barriers, like, give additional defense. Тут есть энергетические барьеры, которые дают дополнительную защитку. So, that orb, you think that's the storage, but, actually, that's the anti-air. Yeah, you do not get from the get-go some of the, what the enemy, what the alien vehicles and building does. Да, не всегда понятно с начала, что некоторая инопланетная техника, вообще-то делает. Okay, there is nothing inside, ничего внутри нету. So, this is the tanks, alien tanks. Так, вот у нас инопланетные танки. By the way, this game also has, like, campaign editor. тут у нас, кстати, есть и редактор уровней. For example, new level. начнем, допустим, новый уровень. So, here we can put all the vehicles of different races. То есть, вот мы можем располагать войска разных рас. Here we go. Yeah, we're switching. That's Shivat. Это у нас Shivat. Cloaks. Let's select those. Давайте-ка выберем вот этих. And you see, there is different planes. Вот разные самолеты ставим. And we can create our own missions. Здесь есть редактор, в котором можно создавать новые миссии. And that would also fit to the, you know, continuation like Max 3 and other fan games. И вы знаете, вот этот режим-то тоже можно было бы добавить в фанатские версии того же Max 3, Max Gold, да, что есть редактор, можно создавать свои миссии. Это бы оживило игру. So that makes game more alive and capable. You know, there's would be that editor where we can actually create our own missions. And that lacks by all the fans. И вот этого всем фанатам не хватает. Now let's go to the new game and Scrimmish. Обычную кампанию запустим. So turn-based. There's we setting all the limits. Тут мы выставляем все лимиты. Now the other planet. Давайте-ка выберем другую планету. Okay. I will take this. Вот эту возьму. We will play. We can select here the clans. Вот тут у нас разные кланы можно выбрать. They are much more different than previously. Shift немножко, конечно, сбит. Но здесь они отличаются. Это совершенно не такие кланы, как были раньше. И есть вот эти пришельцы Shivat. So there is those aliens, you know, the Shivat. Let's select them. Ну давайте-ка выберем их. We can... Okay. So there is no hot seat. А чего нету получается? Yeah, there is no hot seat. Да, к сожалению, невозможно, ну, несколько игроков на одном компьютере. But this is turn-based. That's supposed to be. Here we are taking our units. Здесь мы берем наши войска. At the beginning, в начале. Okay, let's have those engineers, another constructor, еще один строитель. Where is the scanner? Где мой сканер? That's the radar analog. Это у нас аналог радара. That's the scout. Это инопланетный scout. Shock tank. They are very unique. They differ from the ordinary tanks because they have those energy fields that actually damages enemies around without any attack. И у него есть интересная фишка. То есть он повреждает боевые единицы вокруг себя без того, чтобы атаковать. Есть такое. То есть по нескольким... Вот, допустим, шоп-молния, орудие. Оно бьет по одному и молния переходит на другого противника. То есть у них уникальные более фишки. So those aliens has more unique features. For example, this lightning cannon actually fires one and the lightning in chain damages the other vehicles. The stasis generator defends like and blocks of movement of any units. Вот stasis generator, например, блокирует передвижение каких-то боевых единиц. Bomber is like the rocket launcher that damages the surface of few units. То есть такая же, как вот эта RCZO, которая бьет по нескольким целям. Начнем. Landing gear. Садимся здесь. And this is in turn-based mode. То есть у нас сейчас режим пошаговый. Let's move. We can show the grid. Вот можно сетку поставить. Distance. Дистанцию as an original max. Как и в оригинальном максе. Okay. You're moving forward. Так, это двигается вперед. So, where are we going? Here. Где мы здесь идем? Okay. Producing gear. Давайте-ка произведем вот там вот. Ресурсы. Yeah. Now we do not need geologists to find where the place to build. То есть нам теперь не нужны геологи, чтобы находить место, где строить здание. Goes there. Двигаемся туда. Give me another power plant, please. Пожалуйста, еще одну электростанцию. Now we can in all directions. Все, разведчики двигаются во все направления. Yeah. And those new units. That's interesting that we have that. Ну, то есть вот эти новые боевые единицы. Это круто, что у нас есть вот такая возможность. Okay. So, I will find another place for the mine. Попробую найти еще место для шахты. End of turn. Конец фазы. And, of course, the new Macs should be in full 3D. And also, so the Unity is the best base for the new Macs. And it could be compactable with, you know, Android devices. Ну, конечно, новый Macs нужно делать на Unity. С поддержкой... Let's build the mine. Alien mine. Давайте-ка инопланетную шахту произведем. Okay. We need to find where the enemies are. We need to find where the enemies are. We need to find another mine. Еще одну шахту нужно найти. End of turn. Okay. Конец фазы. So, what's our production? Какое у нас производство? Plus 2? Plus 2? now we will produce much more vehicles so that would slow down сейчас мы будем производить значительно больше so much more buildings and the production would slow down и производство значительно замедлится now there would be a drawback так вот у нас теперь производство уменьшается so that's a little bit different from the turn-based perspective то есть выглядит конечно немного по-другому чем в пошаговом ну чем в реальном времени in real time this game is faster конечно в реальном времени игрушка это значительно быстрее the interesting what's your point of view and definitely check out the outpost 2 you would be amazed how good could be implementation and transfer from turn-based to real time и вот посмотрите вот говорю вам посмотрите аванпост 2 вы поймете что да вот так вот макс в реальном времени должен был выглядеть 2 что вот она реализация именно там как строится база то есть вот эта боевая механика боевых единиц в реальном времени и в пошаговом сделано как в обычном максе ну а строительство базы в реальном времени так как в ванпосте 2 сделано поэтому это было бы идеальное дополнение сюда туда обе и делал имел а а addition to one another okay so next turn следующий ход а ölшн lipsowen фондий идут потроторы когда стрейти самолеттс а добраться и да все эти проблемсы ну даже сгем dyedu сгем pasado систему проблем что в з class а максимаркет afg mandatv have nothing to do for many turns. И вот вы знаете, есть у этой игры такой недостаток, что когда нечего делать несколько ходов квадрат. So for example, right now we actually don't have anything to do. Вот например сейчас вообще нечего как бы особо делать. So I found enemy, отлично нашел врага. Now I know where to send all my vehicles, так теперь я знаю куда всю свою технику отправлять. Where is those combat vehicles, так где тебе были единицы, get in here, двигаемся сюда. What's your point of view, by the way? Кстати, вот какое ваше точка зрения? And are there any viewers that was in Russian Max Club? И вот есть ли кто-то из зрителей, кто участвовал в RU Max Club? Потому что я был его участником под ником SkiV. And that was actually the member of Max Club as the SkiV nickname. Okay, let's build this building. Так давайте-ка производим теперь производственные здания. So class. Okay, that's in surplus. Now energy power plant is constructing. Отличная энергостанция добывается. And we will have shortage of power. У нас будет недостаток электроэнергии soon, скоро. All the military units moving. Все боевые единицы двигаются в одном направлении. So is that complete? Это закончено? That should be complete. Yeah, that's constructed, произведено. Okay, we need gold actually. Нужно золото произвести. Okay, let's move here. Погнали сюда. So our production is plus 17. Теперь производство плюс 17. We are in great surplus. То есть у нас большое увеличение производства. Thanks for our time to figure out. We have various two battle units. Where is the range? Где у нас дальность стрельбы? Okay, closing. Ближе. Fire, огонь. Can I check? Okay, good. So now we are fighting with the enemy. Итак, мы теперь сражаемся с врагом. And my tank leads to me then. Может мой танк подвигаться ближе. And the animation is better here. Ну и анимация здесь, конечно, лучше. Okay, this is the mine. We need to actually reduce their production. Нужно их сейчас производство снизить. Recharge. Recharge. You see? This is the lightning. Видите? Молния как бы. Бьет нескольких боевиков. So it damages few military units. Okay, get in. Ближе. I said I want to show you how the stasis works. So have we produced anything else? Что-то еще производство? Plus 17 production. That's good. Plus 17 производство. Это очень хорошо. Okay, 7 turns. Uh, 7 ходов. Continues on. Продолжаем дальше. So, what the enemy does. Что-то враг делает. Okay, that would be destroyed. Это точно будет уничтожен. It is really slow down. Он, конечно, очень недовольный. Okay, I see the enemies. Вижу врагов. You can close the enemy. Может приблизиться. Or not. Или нет. Okay, next turn we will start building the gold refinery. В следующий ход мы будем строить уже обогатитель. 7 turns через 7 ходов. When this ergonomic... Okay, this is completed. Отлично, это завершено. Now, the airfield. Так, теперь аэродром нам нужен. Definitely here. We have enough production. У нас уже достаточно производства. So, we need more power. Нам надо электроэнергию будет сейчас приобрести. So, this is plays easier than the max one. Вы знаете, играется она даже в пошаговом режиме быстрее и легче, чем первый max. Yeah, this is simplification. But this is still good. Ну, да, упрощено-то, но, блин, все равно это достаточно хорошая игра. Why this tank is not falling? Почему этот танк не стреляет на бризный лунчик? Как бы радиуса поражения нет. Okay, and turn. Конец фазы. Where is my... Okay. This can construct. Так, этот может строить уже. Builder that refinery. Так, обогатитель биологический. Ставим. Okay. And the resource management is changed here. Да и добыча ресурсов здесь, конечно, не изменена. Okay. No, back, 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 назад. But... Okay, we can... Can we fire from this distance? Подожди, а не... Okay, fire. Огонь. No, move back. Давайте-ка назад отойдем. Maybe they don't see... My forces. Возможно, они мои войска просто не видят. And that's why they don't attack. И вот почему они атакуют. Everything is burning. Смотрите, лес у нас горит. And actually, they are burning more and more. И их больше и больше. Okay, that's interesting. Интересно. So, yeah, they don't have the vision. У них, получается, видения нет. That's their problem. В этом их проблема. Okay, that's constructed. Это у нас произведено. Let's build a defense tower. Давайте-ка здесь оборонительное здание какое-то произведем. Everything building. Все у нас строится. 3 turns. 3 хода осталось. And that's in 4 turns. Это через 4 хода. And... Конец. Класс. Okay, so they are removing rubles. Пытаются удалить все эти... Орудия. That's great. Вообще классное орудие. Okay, tank close in. Tank приближается. Okay. Now they see. Так, теперь они видят. Так, эти цели назначены. Ползаем. And turn. Конец кода. Оу. Оу. That's gonna be destroyed. Так, походу этот сейчас забьют. Back here. Назад. We managed to survive. Сможет ли он выжить? Okay. Out of range. В нём зоны поражения. Fire. Огонь. That's great. Так, это хорошо. So, here we go. Стоп. Can we have guard? Есть ли у нас автоогонь? Out of fire. Okay. That's activated. Так, это активно. And this construction complete. Так, у нас строительство завершено. So, I can build more engineers. Больше инженеров можно поставить scouts, anti-air, противовоздушные, bulldozer, bulldozer. And you see that's faster construction. Вот у нас будет более быстрое производство. Into turns. За два хода. Incubator and that anti-air. Давайте-ка вот эти все построим. Okay. Got it. What's about this? Что у меня здесь? Okay. In three turns. Через три хода. Six turns. Refinery. Через шесть ходов. Обогатитель. I don't understand why we cannot build buildings faster. Не совсем понятно, почему нельзя быстрее производить здание. Здание. Can we fire? Можем ли атаковать? Okay. Ладно, нормально. I think we're gonna win. Я думаю, мы здесь победим, because the enemy base and forces are much more... ...destruct. Потому что вражеские, конечно, боевые единицы уже серьезно потрепаны. Я думаю, победим. GT Air. Ага. Аэродром построим. Okay. No, 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 no. Радар ближе. So, what they have? Что у них есть? Okay. I see the rocket launcher. Вижу ракетницу. Just do that. Уничтожаем вот это. Now I can build the fighters. Так, могу бомбардировщики, истребители построить. The art is amazing. Вообще, это прикольно сделано. AVAX. Okay. Like that. Fighter. Maximum production. Maximum performance. Minus 28. Minus 28. Okay. Okay. Slow that down. Давайте вот это за medium. So, minus 8. Minus 8. That's already good. Это уже хорошо. Here we have constructor. Тут уже что-то произвели. And this slow down. Вот это замедляем. So, that's. That's minus 24. Minus 24. We need more production. Нужно большее производство. Okay. Can I produce more mines? Еще шафт произведем. Okay. We're basically winning. Мы фактически побеждаем. We have won. Мы победили. So, that's the statistics. Вот такая у нас статистика. And, by the way, intro of Max 2. There is a lot of cutscenes that can be used in the Max Gold, Max 3. И, кстати, вот еще что можно сделать, это использовать все видео вставки из Max 2. А там вот поле боя происходит. Да. Боевые единицы. Показаны базы. Как уничтожаются. Отстрелятся. Ведь все эти видео элементы можно использовать в новой версии Max. Да. То есть, все. Весь арт. Всю графику. Новые идеи сюжета. Новую сторону. Все это можно. Переключение режима из реального в пошагово. Все это можно взять из Max 2 в Max 3 или Max золото. Единственное, что вернуть, конечно, трубы и более сложное менеджмент ресурса. Так же. you can take from max to the art the video so that shows like attacks on the bases you know that combat that's things that really good you can take the aliens the plot the you know that switching from real time to turn base and fixing the turn based building economy of the base like with adding additional resources and adding the tubes and letting those management of resources like was implemented in outpost 2 and you can take the neutral creatures by the way from the max 2 and the seismic events and other natural disasters from outpost 2 и вот еще можно взять конечно же нейтральных вот этих существ которыми сражаешься да в макс 2 и разные природные катастрофы там а вы завяжение вулканов землетрясения из-за ванпоста второго да и собственно строительство база то будет классно so that would be cool that was max 2 and come right at me with you ну что это был макс 2 и товарищ атомные с вами интересно ваше мнение it is interesting to see your point of view on the revolution and the victory только революция только победа товарищи